И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к образу Пресвятой Богородицы, к ее иконе «Взыскание погибших». По преданию, этот образ прославился в VI веке в одном из малайзийских городов, избавив от вечной гибели раскаившегося инока Феофила, впоследствии достигшего высшего духовного совершенства и прославленного Церковью в лике преподобных. В России один из наиболее ранних списков с иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» находился в храме Георгия Победоносца в городе Болхове Орловской губернии, написанной в 1707 году. Но сей образ прославился немного позже, в XVIII веке, чудесно избавив от гибели благочестивого крестьянина Калужской губернии Феодота Алексеевича Обухова. Характерной особенностью иконографии умиления, к которой относится икона взыскания погибших, является соединенность ликов Спасителя и Богородицы. В этом типе иконографии представлена не просто бытовая сцена взаимного ласкания матери и ребенка. Это взаимоотношения Творца и его творения, выраженные такой бесконечной любовью Создателя к людям, что Он отдает Сына Своего на закланье во искупление всечеловеческого греха. Это соединение земного и небесного, выраженное сопряжением нимбов и взаимоприкосновением двух ликов, это Христос и Церковь Христова, в которой Богородица представляет собой совершеннейшую из всех рожденных на земле людей. Матерь Божья в своей бесконечной любви к человечеству всегда готова удостоить прощения, взыскать и помочь тому, кто находится на краю гибели. Этот образ – символ Богородицы, которая неустанно молится о безнадежно больных. Пресвятая Мать спасает погибающих в нищете и возвращает к вере людей, утонувших в пороках. Взыскание погибших – икона, значение которой можно кратко описать так. Это последняя надежда для того, кто впал в отчаяние и не может помочь себе сам. Именно к этому образу идут матери с просьбой о спасении младенцев. Икона, неоднократно являвшая чудеса избавления детей от болезней и страданий, считается покровительницей и заступницей малолетних. В военное время верующие молятся пред образом Божией Матери для того, чтобы она защитила воинов на поле брани. 12 января во вторник верующий отмечает память одного из великих предстоятелей русской земли. Всероссийский митрополит Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. Известно, что отца его звали Леонтий и что его мать приняла впоследствии монашеский постриг с именем Ефросиния. При крещении мальчика нарекли во имя Михаила архистратига небесных сил. Его дальним родственником, братом прадеда, был преподобный Иосиф Володский. Среди поминальных синодиков Успенского собора мы находим свидетельство о том, что в роду митрополита Макария было много лиц монашеского и духовного звания. Среди них архимандриты, монахи, егумены. Скорее всего, по рождении сына отец нареченного утрака Михаила умер, а мать, возложив все его воспитание на промысл Божий, приняла монашеский постриг. И сам же Михаил решил оставить мир и стать иноком. Для этого он поступил в Свято-Пафнути в Боровский монастырь. Святитель Макарий внес огромный вклад в развитие древнерусской письменности, а также стал покровителем печатного дела на Руси. Именно при нем в русском государстве впервые начинается печатание книг. Известно, что митрополит, обладая даром прозорливости, предвидел грядущие бедствия русской земли, которые принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после блаженной кончины митрополита. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова